Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим котлеты с овощами. Для приготовления нам потребуется 100 грамм сладкого болгарского перца, 100 грамм моркови, 100 грамм лука, 250 грамм кабачка, 400 грамм мясного фарша, у меня смесь свинины с говядиной, 40 грамм хлопьев геркулеса, чайная ложка с горкой соли, 1 треть чайной ложки смеси перцев, 160 миллилитров воды и 2 столовые ложки подсолнечного масла. Сначала приготовим фарш для котлет. Смешаем фарш, соль пол чайной ложки, смесь перцев, сразу добавим хлопья геркулеса, они у меня сухие, и добавим 40 миллилитров холодной воды. Эту смесь необходимо хорошо вымесить и фарш готовый отбить. Отбиваем фарш не менее 6-7 раз, то есть берем полностью фарш, подбрасываем и кидаем вниз. Так фарш будет более плотным, котлетки во время приготовления не развалятся. В чашу мультиварки наливаем масло, выбираем меню, режим жарко, ждем 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. В этой мультиварке RED800 отсчет времени начинается сразу. Масло нагрелось, отправляем обжариваться лук. Лук нарезала полукольцами. Сразу же добавляем крупнопорезанную морковь и сразу добавляем перец. Перец порезала полосками. Во время жарки овощи необходимо пару раз перемешать. Прошло 5 минут с момента жарки, добавляем оставшуюся воду, 120 миллилитров. Вода должна быть комнатной температуры, теплая или горячая. Добавляем оставшуюся соль, пол чайной ложки. Добавляем кабачок крупнопорезанный. Отключаем режим жарка. Все хорошо перемешиваем. Влажными руками формируем не очень большие котлетки и выкладываем поверх овощей. Закрываем крышку мультиварки. Так как фарш готовится достаточно быстро, в этой мультиварке будет 40 минут на режиме тушения достаточно. В других мультиварках время приготовления будет 1 час. Время истекло. Это может быть как полноценное второе блюдо мяса с овощами, так и дополнение к гарниру, например, к рису или гречневой каше. Как дополнение к овощам можно использовать соевый соус, сметану или кетчуп. Нежные, сочные котлетки отлично сочетаются с овощами. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!